Детское радио представляет Ключ на старт Есть ключ на старт Готовность экипажа Экипаж готов Выходим в эфир Есть эфир Космические приключения Космические приключения Сообщаю Мы вышли на окололунную орбиту А ведь она меньше Земли в десятки раз Русский ученый и писатель Константин Циолковский Предлагал такое сравнение Если представить, что Земля горошина То Солнце – великан арбуз А Луна – просяное зернышко А Земле кажется, что Луна и Солнце Примерно одного размера Потому что Луна почти в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце Как и Солнце, Луна давно притягивает к себе внимание человечества И Землю притягивает И воду Вместе с рыбкой Совершенно верно Луна притягивает к себе Землю Это притяжение Деформирует поверхность нашей планеты Особенно ее водную оболочку Которая, вздуваясь, образует водяной гор Вращаясь, Земля Подставляет Луне Разные свои стороны И приливный гор Перемещается по поверхности Земли Образуя морские приливы и отливы А Земля тоже притягивает Свой естественный спутник? Да И ее влияние на Луну Очень велико Ведь Земля гораздо массивнее Земля притягивает Луну тысячи лет За это время Приливные волны Замедлили вращение нашего спутника Поэтому Луна Всегда повернута к Земле Одной стороной И скучно ей, наверное Все время висеть В одном положении Она развлекается Солнечных зайчиков пускает Верно Луна отражает свет Точнее, часть солнечного света Большая его часть Поглощается толстым слоем Лунной пыли Реголитом Если бы поверхность Луны Была, скажем, изо льда На нее было бы больно смотреть Такой она была бы яркой Чтобы очистить Луну от пыли Нужен гигантский пылесос Стряхнуть реголит непросто Его глубина достигает нескольких метров Кроме того, этот слой пыли Защищает Луну от перепада температур Если Луна не светится То как же она затмевает Солнце? Может быть, выключает? Заслоняет Луна хоть и меньше Солнца Зато ближе к Земле Поэтому иногда встает на пути солнечного света Смотрите Мы подлетели так близко Что стали видны лунные кратеры Существует теория Как о их вулканическом происхождении Так и о том Что лунные кратеры Образовались в результате падений метеоритов Высота кратеров и гор на Луне Сравнима с земными Вот это да! А ведь по объему Луна в 50 раз меньше Земли А по массе в 80 Как же она такая маленькая Выдерживает исполинские кратеры? Это возможно благодаря тому Что сила тяжести на Луне Гораздо меньше земной Почти в 6 раз Значит, я смогу там прыгать В 6 раз выше, чем дома Здорово! Смотрите Из одного кратера вылетел столб пыли Пыль взлетела так высоко И тут же упала обратно Почему она не повисла в воздухе? Потому что воздуха там нет Луна лишена атмосферы И воды тоже Но при этом лунные низменности Названы морями, озерами, заливами И даже океанами Это потому, что для земного наблюдателя Они выглядят как темные пятна Моря выглядели бы точно так же Так-так Море дождей Море холода Море спокойствия Так много морей, но в них Ни воды, ни рыбы Нечестная география Поправка Точнее будет сказать Селенография Это слово образовано От древнегреческого названия Луны Селена Лунные моря О которых говорил Робокот Находятся в основном На видимой земле Стороны Луны На другой стороне Находится большинство кратеров Которые носят имена Знаменитых земля Таких как Коперник Легендарный ученый И исследователь космоса Какая она все-таки красивая Это Луна Да, ты прав Недаром в древней Индии Ее называли Владыкой планет Кстати, Луна изображена На множестве гербов И флагов Земных государств Давайте нарисуем Флаг нашего корабля И выдрузим его На лунной поверхности Давайте Приготовиться к прилунению Приготовиться к прилунению Космические приключения Космические приключения